Итак, дорогие друзья, мы продолжаем обсуждать Бхага-Вагиту, как она есть. Эту книгу вы приобрели где-то, может быть, на улице или через знакомых, или вы уже сознательно искали эту книгу и имеете. Так или иначе, мы читаем вместе эти главы, чтобы быстрее войти в эту необычную тему Бхага-Вагиты. Дело в том, что это произведение очень древнее и требует объяснений, комментариев или даже опыта. Бхага-Вагиту может объяснить очень хорошо тот человек, который следует этим наставлениям Бхага-Вагиты. То есть, собственно говоря, это книга наставлений. Она изложена в форме вопросов-ответов. Аджуна спрашивает, потому что он испытывает трудности. Ну, если мы посмотрим на каждого из нас, наверняка, тоже есть какие-то трудности в жизни. У всех они бывают. И, конечно, есть вопросы, как избежать этих трудностей или как улучшить свою жизнь. То есть много вопросов. Бывают острые обстоятельства. Как у Арджуны здесь он находится в экстремальных обстоятельствах, потому что на поле боя он воин. Причем он лучший из воинов. И долг воинский от него требует вступить в битву. Потому что время военное, это необходимо. Для защиты дхармы, то есть кшатри, воин, его долг защищать дхарму или религию. Дхарма означает, одно из значений дхармы, это религия. Дхарма означает также смысл жизни. Дхарма означает также природа человека, которую нужно уважать и беречь. Дхарма — это высшая цель. Дхарма — это нравственность. Дхарма — это свойства. То есть все, что мы видим вокруг, эти условия также обозначаются. Но аддхарма означает, что идет подмена. Например, когда безбожие выдают за религию, это подмена. Это называется аддхарма. И в этом случае на защиту выходят воины, кшатри. Мы сегодня называем их политики. Это люди, которые занимаются политикой, управлением и владеют военным искусством также. И вот их долг защищать дхарму, чтобы все было на своем месте, чтобы не было подмен, не было лжи в обществе. И так сложились обстоятельства, перебиты на круг кшатри, что эта политика была очень сложной, запутанной. Дхарма и аддхарма смешались. Смешались, трудно было разобраться, как поступать, как жить дальше. И в этом сложность была в Арджуну. Он не знал, стоит ли ему вступать в битву, ведь в этой битве будут участвовать один род, родственники. Хотя два клана враждующих, они принадлежали к одному роду. В этом была его скорбь, слабость Арджуны. Его охватила слабость, скорбь. И даже он испытывал такие острые чувства, что не мог держать в руках оружие. Он выронил, он почувствовал потерю всех сил. Последний стих первой главы, я прочитаю перевод, Санджай сказал, «Промоев это на поле боя, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы И сел в колеснице, охваченный скорбью». Скорбь — это состояние, несвойственное здравомыслящему человеку. Так же, как и депрессия, или глубокие обиды, желание мести, чувство вины постоянное. На самом деле, человеку свойственна радость, говорит Бхага Водитель. Но когда? Когда он следует законам религии или долго, тогда он чувствует себя хорошо и чувствует естественную радость. Другими словами, человек скорбит лишь тогда, когда не выполняет свои обязанности природные. Мы сегодня сталкиваемся с этой проблемой современного мира, что многое, больше и больше людей, они становятся скорбящими, депрессивными, иногда даже имеют какие-то психические нервные срывы, отклонения, нужна какая-то медицинская помощь многим людям, стрессы, 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 стрессы. Это как раз признак того, что люди отклоняются от тхармы, тхармы. Прежде чем начать обсуждать вторую главу Бхагавад-гиты, которая как бы в суть представляет всей книги, всей этой божественной песни, я несколько слов скажу о значении тхармы еще. Есть различные виды тхармы или долга, или природы. Она разнообразна, тхарма. И ключевой момент тхармы означает природа. Например, есть природа мужская, есть природа женская. В соответствии с этим есть тхарма, женская и мужская. Женщина-мать, это ее тхарма. Мужчина-муж, отец, это его тхарма. И там есть свои роли. Если идет подмен, называется ад-тхарма. То есть, в соответствии с природой тхарма определяется. Также есть профессия, склонность к какой-то деятельности, тоже тхарма. То есть врожденная. Я это имею буквально с врожденными качествами. У меня есть какая-то склонность к той деятельности, которая мне нравится, которую я могу хорошо научиться, хорошо исполнять, которая увлекает, занимает мой ум, чувства и делает меня радостным, позитивным. Это моя природа действовать. Это тоже называется тхарма или профессия тхармы. И есть, это называется упадхарма, вспомогательная тхарма, временная тхарма. И есть такое понятие, как санатана тхарма. Вот вы говорите, вы здесь встретите это слово в одной из глав. Это описывается санатана тхарма. И также санатана тхарма существует. Есть вечное измерение, санатана тхарма. Упадхарма, значит, временное измерение. Я могу быть, скажем, врачом или руководителем, ну, пока вот это тело у меня существует. Когда тело исчезает, исчезает эта тхарма. Также обязанности матери и отца я могу выполнить. Дети выросли, у них есть свои семьи. Я могу уже отстраниться от этих вот обязанностей, чтобы не мешать им. Тхарма выполнена. Я ее оставляю. Но что такое санатана тхарма? Кстати, тхарма также может относиться словой к религии. Те религии, которые мы сейчас знаем, это тоже тхарма, путь, процесс, указывающий на нашу божественную природу или цель, на нашу душу и духовную цель. Те религии указывают на духовную цель и духовную природу. Она также может появляться в какое-то время, религия, и исчезать, переходить в упадок, описывается в самой Баговодлите. И мы видим исторически так же, что какие-то религии появляются с приходом Мессии или Пророка. А затем через какое-то время могут быть забыты, в противопадах, потерять свою значимость, актуальность. И даже иногда бывает, что эти религии или тхармы могут противоречить друг другу вплоть до враждебных отношений. Но на самом деле тхарма это понятие, которое объединяет все тхармы словами. Любая тхарма связана с изначальной санатанной тхармой и противоречия друг другу они не могут на самом деле. Когда возникает противоречие между профессиями, классами людей, между религиями, между семьями, конфликты, противоречия или войны, означает, что там присутствует адхарма, подмена. Когда безбожие занимает место религии, это называется подмена и таким образом методы религии духовные изначально становятся материалистичными. И тогда это называется адхарма. И в этом случае нужно восстановить религию как? Восстановить религию понятие санатанатха. Отметьте, что все пророки, все великие проповедники прошлого чтобы восстановить религиозный принцип вы говорили о вечной душе. Это понятие мы получаем именно от великих пророков. Что такое душа, что такое Бог? Это относится к понятию санатанатхармы моей вечной природы. Если тело это упадхармы временная природа, душа это санатанатхарма вечная природа. Вот тут давайте разберемся. Санатанатхарма или вечная моя природа и долг означает, что я никогда не могу это прекратить или потерять или забыть. Вот я приведу пример дхармы. Например, соль, ее свойство быть соленой. Это дхарма соли. Дхарма сахара это сладкий вкус. Дхарма воды это жидкое состояние. Дхарма камня это твердость. И если скажем соль не соленая говорил Иисус Христос, то что вы с ней будете делать, вы не называете уже солью. То есть никак это не относится к этому понятию. Если она теряет свои свойства, она уже теряет и обозначение, название. Камень должен быть твердым, если он не твердый, это уже не камень. То есть душа не может потерять свои свойства, ни при каких обстоятельствах санатанадхармы. Что же такое? Что мы не можем потерять? Ни при каких обстоятельствах в этом временном мире, что же всегда остается с нами? Вот это называется санатанадхарма. И тут говорят о чаре, что это не что иное, как наша тенденция, наша склонность природная служить, служить при всех обстоятельствах. То есть я слуга при всех обстоятельствах. Например, я могу, если обо мне говорить. Сначала я был атеистом в школе. Нас обучали так, Бога нет, я был убежден, что Бога нет. Я был атеистом. У нас была философия теистическая, общество ведения, научный коммунизм, труды Ленина, где отрицался Бог, то есть там все описывалось материальными законами, через свойства материи все описывалось. И наука занималась свойствами материи. Бога нет. Затем, я заинтересовался, так случилось. Учение Моуди. Услышал об этом. Это был Советский Союз, и только по слухам буквально, книг таких я не встречал в Советском Союзе, но по слухам скорее всего это было Голос Америки радио, где все таки что-то проникало, какая-то информация из Запада. И мне уже более старшие люди говорили, что проводятся эксперименты, научные, с умирающими людьми, те, кто был в клинической смерти, и они оттуда посылают нам информацию, приносят опыт смерти, то есть они опыт существования имеют после, в клинической смерти. Они могут видеть другие миры своих умерших родственников, то есть я стал задумываться об этом и стал думать, может быть есть жизнь после смерти, моя вера стала меняться, под влиянием обстоятельств, вера стала меняться. Затем я встретил что-то восточное вроде буддизма и стал думать, вот, это лучше, все объясняется, и я в каком-то смысле стал буддистом. сначала был коммунистом, потом моя позиция сменилась на некое доверие, что существует жизнь после смерти, затем я уже какое-то учение встретил, буддизм, затем я и в этом тоже разочаровался, я ушел в мистику Карлос Кастанеде, встретился мне как-то в Петербурге, стал читать эту книгу, затем я открыл для себя христианство, которое раньше никогда не читал, Евангелие, потом, оказывается, есть еще Библия, я тоже посмотрел у меня, немного сменилась как бы вера, так скажем, в моем поиске жизни, множество, но что не менялось во мне в течение всех этих поисков, вот это называется Санатом Харма, при всех обстоятельствах, был я коммунистом, или буддистом, или христианин, каким-нибудь, я служил, я продолжал действовать ради кого-то, ради чего-то, это называется Санатом Харма, и веды говорили, что душа, ее вечное свойство, это служение, служение Богу, служение Богу подразумевает, что мы слуги при всех обстоятельствах, но думаем не так, думаем, я хозяин своей семьи, или я руководитель этого предприятия, обычно так мыслим, но на самом деле я слуга своей семьи, я слуга этого предприятия, я слуга государства, я слуга Бога, я слуга во всех отношениях, кроме этого, эта позиция господская, господина, она считается ложной, потому что человек, принимая на себе эту роль, это мнение о себе, он становится на путь адхармы, то есть он становится невнимательным к окружающим, за гордым, высокомерным, надменным, он теряет квалификацию из-за этих качеств, становится на путь выгоды, это вот понятие я господин, я значимое лицо, которое должен принимать служение, но слуга, он становится внимательным, становится быстрым, умелым, он быстро приобретает любую квалификацию, с этой точки зрения мы видим, что природное для нас свойство именно служения, в котором мы можем развиваться, это путь адхармы, значит, путь адхармы это моя природа, которая занимается служением Богу, так скажем, и вот это есть санатана адхарма, она не меняется, я могу служить как христианин, могу служить как буддист, могу служить как атеист, могу служить как человек, как мужчина, как женщина, но я служу при всех обстоятельствах, вот это понятие называется санатана адхарма, и так, вторая глава Бхагавадгита называется, краткое изложение И здесь, увидев это состояние Арджуны, Кришна на колеснице, которую он водит, он возничий Арджуны. Арджуна великий воин, а Кришна его друг. Но что здесь написано? Что же говорит Кришна? Как описывается? На санскрите первая строчка второго стиха звучит так. Шри-Бхагаван-Увача. Затем он просто спрашивает. Я не буду больше читать санскрит, просто первый стих прочитал. Перевод. Верховный Господь сказал, у Арджуна, как могла эта скверно одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно переведет человека не в рай, а к бесславию. И вот первая строчка здесь, Шри-Бхагаван-Увача. Увача означает «сказал». Шри, значит, Божественный Бхагаван, Верховный Господь. И здесь большой комментарий дается. Подцепил ученической преемственности. Это комментарий дают духовные учителя. В этом комментарии собрано множество комментариев предыдущих ачарьев. И что здесь комментируется? Главным образом, вот эта первая строчка. Шри-Бхагаван-Увача. Бхагаван, Бхагаван, обладатель всего означает, всех энергий. Это слово Бог. То есть тот, кому все принадлежит. Тот, кто обладает абсолютной красотой, абсолютным знанием, абсолютной силой, абсолютной славой, абсолютным отречением. Обладатель этих всех атрибутов в безграничной степени называется Бог. И есть много обладателей в небольшой степени. Также красотой, богатством, знанием, силой, отречением. Мы тоже что-то обладаем. Мы тоже личности. Но тот, кто обладает всеми в неограниченной степени, называется Бхагаван. Здесь комментарий дается, что есть три аспекта Абсолюта. Бхагаван – это высший аспект Абсолюта, о котором в западной мире почти неизвестно ничего. В западной мире немножко известно о первом аспекте и втором немножко. Но о третьем аспекте практически ничего неизвестно. Вот здесь это будет описываться в комментариях. Почему это слово, что значит слово Бхагаван? Три аспекта Абсолюта истины – это Бхагаван, Бхагаван. Когда я начал читать Бхагавадзиту впервые, я открыл этот стих, второй. Сейчас помню. Я столкнулся с этими терминами. Бхагаван, Бхагаван. Бхагаван, мне понадобилось несколько дней, чтобы запомнить даже эти слова. Было очень сложно. Вообще привыкнут к этой терминологии и нужно расшифровывать, были эти слова, еще понять, как они связаны и прочее, прочее. Но сейчас, мне кажется, это очень простая вещь, элементарная вещь. Если кто-то затрудняется в этих вещах, то послушайте. Это очень просто. Аспекты. Например, представьте, есть Солнце. Но тут же есть три аспекта, так же. И первый аспект – это сияние, скипительное сияние. Это первое, что мы видим. Это безличный аспект Солнца. Это как бы Солнце и не Солнце. Вы не можете сказать, что это не Солнце, если луч Солнца проник в комнату. Но утверждая, что это само Солнце, тоже не можете. Видите? Неописуемый. Неопределенный. Но везде существующий. Это аспект называется Браман. Безличная энергия. Сейчас многие философы или духовные люди называют мир как бы энергиями. Различными энергиями. Вот такая энергия, такая энергия. Это вот понятие Брамана. Все есть энергия, все едино. Сейчас мы не берем внимание разнообразия. Мы просто говорим, что все есть энергия. Эта энергия имеет изначально однородную какую-то суть и к этому однородному состоянию, но и стремится. Пройдя сейчас какое-то разнообразие, вот все должно как-то распадаться в материальном мире, прийти к какому-то однородному состоянию в итоге. Иногда так физики размышляют. Это осознание Брамана. И обычно, рассуждая так о мире, люди думают, что мир возник из какой-то пустоты. Браман — это нечто неопределенное, поэтому иногда его называют шунья. Или нирвана. Знакомое слово, я думаю, для вас будет. Нирвана — это из буддистской философии. Суть та же самая. Нирвана означает «нет разнообразия, нет леса». Вана — это лес, лес материального существования. Такая аллегория. И вот нирвана — нет ничего этого. А что есть шунья? Ничего. Вот эта теория пустоты. Мы часто применяем в жизни именно вот это понятие пустоты, когда говорим о смерти, допустим. Когда мы говорим о смерти, то сразу на ум приходит вот эта теория пустоты, что после смерти ничего нет. И вот эта пустота, она, собственно, пугающая. Потому что неестественно. В природе в нигде не увидите пустоты. И вот это вот понятие, оно пугающее. Но Браман — это нечто сияющее, это вот свет в солнце, энергия. Энергия. Браман — это первый аспект постижения Бога, и он называется сад. Вечность. Мы видим, что всё существует. Это называется сад, существование. Энергия вечности. Хотя всё возникает, поддерживается, уничтожается, это цикл вечный. Сам. Это существует всегда. Как вот один человек рождается, вырастает, умирает, ну другой рождается, вырастает, третий рождается, и это происходит всегда, постоянно на наших глазах. Нир не прекращает существовать. Тем не менее, в этом цикле рождения и смерти всё продолжается. То есть это сад называется. Энергия вечности. И здесь, в этом мире, энергия временна. Она вечно, но формы её временные. Так как Браман духовный, он вечно незыблемый, основой для этого мира. Постоянная платформа. Тот, кто постиг эту энергию вечности, сад, постиг и вечность своей души, говорится. Это первый аспект постижения Бога. Это наиболее распространённая концепция о Боге в современном мире, потому что современные люди считают, большей частью, что Бог безличный. Если верят в Бога, то он неопределённой формы. И, скорее всего, не имеет формы. И, скорее всего, он не разговаривает. Если вот здесь говорится, что Бог говорит, то многие люди будут сомневаться. Бог разве может говорить? Разве есть у него какая-то форма? Есть у него так же, как у нас, рот, глаза, голова, ноги? Но, скорее всего, нет. Они сомневаются в этом. Они думают, что он безличен. Это наиболее распространённая философия. Почему они так думают? Потому что многие философы утверждают, что если бы у Бога была форма, то эта форма ограничивала бы его. Но ведь он безграничный по определению. Значит, не должно быть формы. Вот они так логически мысли. Но другие говорят, если Бог не обладает чем-то, например, формой, то тоже он неполноценен. И таким образом, ни та, ни другая концепция не подходит для определения Бога. А какая же концепция подходит? Какая концепция предлагается у Бога в ответе? Концепция предлагается другая. Ананта-рупа. То есть бесконечная безграничная форма. Вот такое парадоксальное сочетание. Вот это называется божественная философия. Парадоксальное сочетание. То есть в Боге примеряются все противоречия, все парадоксы. И гений парадокса вдруг, так Пушкин писал. То есть вот этот гений — это Бог, который может совместить все несовместимое. Возможное с невозможным. Черное с белым. То есть для него не существует таких различий, как добро и зло для Абсолюта. И все же там есть разнообразие в нем. Это первый аспект — Браман, Солнце. Но если мы присмотримся больше к Солнцу, мы увидим, что это форма, это диск. Это какой-то конкретный объект. Это называется параматма, следующий аспект Бога. Он включает в себя первый. Также. Он разлит повсюду, но он локализованный аспект Бога. Что это значит? Локализованный означает ограниченный. Да? И находясь в конкретном месте. Локально. Локально. Но как же он локально включает и первый аспект безграничный в себя? Вот и парадокс. Переведем пример. Это Бог в сердце каждого живого существа и в ядре каждого Адама. Параматма. Парам — Адма. Адма — Душа. Парам — Сверх Душа. Как Душа пронизывает тело, Сверх Душа пронизывает все. Сарваси, Чахан, Кридис, Аними, что? Питик, Душа. Параматма пронизывает все. В сердце каждого живого существа. И приведем пример. Как понять локализованный аспект безграничного Бога? Солнце опять же. Пример Солнца. Если вы видите утром на восходе Солнца, на траву вы видите много росы. Если внимательно рассмотрите каждую росинку, в каждой росинке отражается Солнце. Вот такой пример. Пример отражения помогает нам понять. Итак, смотрите, Солнце находится в бесконечных количествах росинок. Одно и то же Солнце отражается. Так же и Бог. Этот его аспект отраженный аспект. В сердце каждого живого существа. Причем в моем сердце тот же самый Бог, что и в каждом из наших сердец. Один и тот же. Мы говорим, Бог один. Нас много, безграничное количество, он один. Один, который поддерживает все это. Это называется Парам Атма. Моя Атма, моя душа, мое сознание в этом теле. В этом теле тоже целая Вселенная, микровселенная. Если ее рассмотреть, мы тоже будем поразиться. Как это сложно, какой конгломерат. Посмотрите, там триллионы операций в секунду. Такое движение, там столько энергии. Фактически все энергии Вселенной присутствуют здесь. В очень-очень маленьком количестве. И какая энергия поддерживает, дает силу этому обмену веществ, функциям, мыслям, сокращением мышц? Сознание. Сознание это маленькая частичка сознания. Шиташватару Панишат объясняет, что если взять кончик волоса, сечение волос, разделить на 100 частей, и эту частичку разделить еще на 100 частей, мы примерно получим представление о размере одной Атмы, Атма Дживы, души. То есть я вот такая Атма Джива. Она находится, эта частичка, неизмеримо малая, в области сердца. Где сердце, я вот тут чувствую. себя здесь, я себя так понимаю. И заполняет сознанием все тело. А винаши туда ответи, я нас рвам, я дам татам. То есть то, что пронизывает все тело, это и есть неразрушимая душа. Вот эта маленькая частичка Джива. Но она маленькая. Она заполняет данное тело, но не может находиться в двух телах одновременно. Я сейчас нахожусь здесь, не буду находиться в другом месте одновременно. Но что касается параматма, она заполняет пространство, она заполняет все атомы, она заполняет все сердца живых существ. Зачем? Чтобы дать руководство этой маленькой Джи. Это отдельный момент. Давайте рассмотрим пример. Когда я учился, может быть, в пятом классе, примерно так, я увидел одно явление. Собака дворовая, с которой я дружил, она ела траву. Интенсивно, активно ела траву, щипала, ела траву. Я испугался, что с собакой случилось. Ведь я думал, что собаки не должны есть траву. Я побежал обратиться к матери, говорю, мама, там что-то с собакой не то, она ест траву, потому что она очень голодная, надо что-то сделать, нужно накормить, надо ее. Она говорит, нет, нет. Они так лечатся. Собаки, кошки так могут делать. Если они заболевают как-то, они выходят, ищут траву, съедают и бездравлют. Я говорю, мама, а как это возможно? Вот ты мне даешь лекарство, но ты имеешь образование медицинское. А собака не имеет медицинского образования, кошка не имеет никакого образования. Откуда она знает, какая трава лекарственная, а какая нет? Я сказала, ну они просто чувствуют. Ну как это так, природа заложена? В школе мне сказали другое объяснение. Сказали, это инстинкт. Это несложно, это просто инстинкт. Они это делают инстинктивно. Вот это слово инстинкт, на какое-то время как будто объяснило мне, что есть какая-то сила. А что за сила? Никто не знает. И когда я общался с учеными одно время, они тоже сказали, что это некая сила. Но мы не знаем, какая сила. Которая подчиняется живой существу и под этим влиянием делает то, что должно делать. Неосознанно. Значит, кто-то знает, смотрите. И кошку больную, и свойства травы. И сводит это. Желанием съесть эту траву. То есть, это не мое знание, не знание кошки, не знание собаки. Это какое-то другое знание. Оно приходит ко мне как интуиция. Это называется сверхсознание, сверхдуша. То есть, кто-то знает одновременно свойства травы, природу кошки, ее состояние. И таким образом возникают вот эти вот отношения. Так же мы видим, что в мире примет, очень много тонкостей, которые человек не различает. Но по этим приметам можно понять многое. Есть люди проницательные, которые могут понять поход у человека, его мысли, мимику, жесты, могут прочитать тоже его намерения. Психологи некоторые занимаются этим. Некоторые довольно успешно. Можно читать мысли по внешним каким-то вот факторам, приметам. Так же в природе много примет, которые люди не замечают. Что-то замечают, что-то не замечают. Если кто-то, если утром вы вышли на работу, и идет женщина с пустым ведром, говорится, на работу можно не ходить. День будет неудачный. Если с полным ведром, то хорошо будет. Если вы утром увидели паука, ну к неприятностям каким-то. А вечером увидеть паука, наоборот, что-то хорошая новость будет. Если что-то неблагоприятное вы увидели, то можно нейтрализовать. Я сейчас скажу как. Это русская примета. Если у вас неприятности какие-то ожидают, вы чувствуете плохие приметы. С пустым ведром кто-то пришел, тут паук свисает с утра пораньше вам над головой. Тогда вы должны подойти к дворнику утром и поклониться ему в ноги. И день будет удачный. Сейчас не знаю, где вы ноги дворника. Может быть найдете. Ну вот такая примета существует. И однажды я ходил в лес, еще когда учился в школе, на Дальнем Восоке. Там ягоды, там шишки кедровые, славниковый кедр. И когда возвращался, один старик меня увидел, что я иду из леса. Он спросил, там много в этом году шишек? Я сказал, шишек в этом году просто море. Огромное количество, все усыпано шишкой. И он сказал фразу, которую я до сих пор помню. Значит, будет много красной рыбы, он сказал. И я до сих пор не могу связать вот эти шишки с красной рыбой. Но примета есть такая. То есть вот этот мир-примет тоже существует. Это как бы связи мы наблюдаем. Нам кажется, что это не связано. А вот это связано. Потом я узнал еще об одной вещи. Фаза Луны. Оказывается, это тоже связано с погодой. Можно предсказывать по фазам Луны и по тому, как расположен молодой месяц. Можно прогнозировать погоду на целый месяц. Мне еще старики этому учили. Фаза Луны фиксируется очень тонкими приборами. Основанная на паучьей нити. Паучья нити – это одно из тонких чувствительных условий. Можно даже сейсмологи иногда пользуются такими вот очень тонкими приборами, чтобы предупредить землетрясение. И крысы бегут с корабля, который должен утонуть. Они чувствуют это. Вот мы видим, что есть какая-то сила, внутренняя сила, о которой человек может знать или не знать. Но природа, она находится под управлением этой силы. Или солнечные вспышки. И тут у нас сердечно-сосудистые заболевания, раздражения. Наступает много аварий в этот день. Это 11-й день после новой Луны, 11-й день после полной Луны. Активное солнечное, оно усилено в эти дни. И веды рекомендуют не есть зерно и бобы в эти дни, потому что там как раз фиксируется все это раздражение и плохая карма. Так мы усугубим неприятности. И в эти дни, 11-е дни, неблагоприятно заниматься материальной деятельностью. Она будет неудачна в эти дни. То есть лучше читать священные книги, Бхагавадгиту, лучше медитировать, лучше говорить на духовные темы. И день становится благоприятным. Ну вот видите, у нас регулируют вспышки солнечные, активность перед войной рождается много мальчиков почему-то, кто-то знает об этом, видите. То есть мы считаем, что мир под моим как бы надзором, но я плохой надзиратель, плохой наблюдающий, потому что я не все понимаю, что наблюдаю. И мы наблюдаем, мы думаем, вот если все будут с рабочего класса, да помните, как без класса общество создать, то мир будет счастлив. Но мы другую вещь не заметили, что осталась природа людей врожденная и зависть. Ничего не изменилось, видите. Все равно нельзя создать без класса общества таким путем. Без класса общества описывается в Бхагавадгиде, это духовное общество, где классы материальные не имеют значения, то есть есть саната, надхарма, и в этом все равны, перед Богом все равны. А в материальном отношении все разные, имеют склонности, профессии, характери, привычки, но поскольку перед Богом все равны, конфликта нет. Все одинаково уважаемы, культура одна. То есть в Бхагавадгиде это будет описываться позже. Но пока мы разбираем слово Бхагаван, что очень важно, потому что большинство людей не понимают Бога как Личность, потому что как Он выглядит, как Он одевается, не одевается, но вообще нужна Ему одеваться. Говорится, по образу и подобию человек создан. Значит, руки, ноги, вот эта форма должна быть есть у Бога. И какая это форма? Это аспект Бхагаван. Это можно постичь лишь как Солнце, уже живя на Солнце непосредственно. Ну, мы не можем жить на Солнце, но пример такой, что когда мы поймем процессы внутри Солнца, мы сможем понять, что такое Бхагаван. То есть не постигается Бхагаван наблюдением или при помощи раскрытия физических законов или при помощи химического анализа. Невозможно раскрыть слово Бхагаван, Личность. Личность раскрывается только тогда, когда Сама того пожелает. То есть никакие процессы не подходят для изучения Бхагавана, кроме как служение, вот это наша позиция, служение, санатанадхар, потому что через любовь и служение раскрывается Личность Сама. Заметьте, что мы служим охотно, когда любим кого-то. Ну, разве мать не служит ребенку и с удовольствием это делает? Это же так тяжело, смотрите, она днем и ночью полна внимания, забот, все капризы и так далее. Но любовь, и она выполняет самую тяжкую работу в мире, где договориться, это женщина, женщина это самая сложная, трудная дхарма в мире. Но поскольку, если она любит, ей не трудно это делать. Также юношка влюбляется в девушку и сразу предлагает ей служение. Цветы, билеты в кино, подарки, он выполняет ее желания, она его желание, пока есть любовь, служение, естественно. Но когда нет любви, мы должны просто заставлять друг друга это делать. Это называется эксплуатация. И вот этот мир материальный, он напоминает мир эксплуатации, где мы как бы подневольно служим, не с желанием. Большей частью так мы себя чувствуем. Иногда, когда любим, мы хотим служить. И вот эта любовь к Богу, в чем как бы суть бхагавадиты, здесь Бхага, он раскрывает себя сам. Это единственная книга, где Бог о себе сам говорит все своему близкому другу. То есть очень сокровенные вещи. Потому что Арджуна, близкий друг, его вечный спутник, так скажем. Уже душа освобожденная, душа реализованная. Что такое освобожденная душа? Душа освобожденная от всех ложных концепций, от невежества. И самый корень ложной концепции, это отразделение души с телом. Что я думаю, что я это тело. Хотя душа вечно, тело временно, я склонен думать, что есть это тело, временное тело. В этом противоречие. В этом заложена причина как бы страдания. Потому что все проблемы тела я принимаю на свой счет. Когда умирает тело, кажется, что умираю я. Это страшно, потому что я вечно. К нему неприложима смерть. Это вызывает какое-то состояние непринятия, резкого неприятия. Всей своей душой я против смерти. Потому что душа бессмертна. Но поскольку я, ты же с этим смертным телом, мне страшно становится, исчезнет. Неестественно. Так не должно быть, я говорю. Почему так? Возникает вопрос. Пытаясь понять, в чем же проблема? В чем я виноват? Почему должен умереть? Почему нужно ставиться? Почему страдания приходят? Все эти вопросы вот в Бхагавадвите. Потому что генеральные проблемы сейчас люди не замечают. Есть много проблем в политике, в экономике. есть много проблем в нашей личной жизни, конфликтология нужна. Но главные проблемы сейчас никто не решает. Их четыре. Бхагавадвите говорится. Это рождение болезни, старость и смерть. Вот четыре генеральных проблемы. Вот. Веда указывает. Решите эти проблемы, решите все остальное. Но современная наука, или, скажем, современные умы даже не пытаются решить эту проблему. Они думают, что это просто невозможно, даже не нужно думать об этом. Мы живем несколько десятков лет, думаем, что это и есть наше истинное существование. Вопрос другого. Если мы живем такой маленький срок, зачем привязываться, если мы живем всего лишь несколько десятков лет? Зачем мы так боремся? За что мы боремся? Ведь все это становится небытием, бессмысленностью. Нет. Но мы хотим увековечить свое имя в этом мире. Стать вечным не так, так по-другому. Чтобы памятник мне стоял потом. Ему и было записано где-то в аналог истории. То есть человек стремится к этой вечной славе, как бы это природа, духа тоже. К вечности стремится. Если не получается так, то он сделает это так. Я буду жить в своих детях, он говорит. Он не хочет исчезать любой ценой, тогда он думает, какие формы еще бытия существуют для меня. Но, собственно, с исчезнением этого тела, исчезает эта форма, и все, что с ней связано, вся эта тхарма, вот эта семья, страна, национальность, исчезает тоже. Если сегодня я русский, скажем, я могу не любить американцев. Сейчас модно не любить американцев в России. В Америке модно не любить русских. Но в следующий день я могу родиться американцем. Я буду против русских. А американец родится в России, потому что думал об этом. Я буду против Америки. Вот так это все странно происходит. Реинкарнация. Если душа вечна, то мы говорим, где она была до этого рождения и куда пойдет после рождения. Вопрос логичный. То есть законы, законы существуют, реинкарнация, законы кармы, все очень точно, точно выверено в этом мире, в божественном мире. Здесь также будет описываться карма-йога, здесь будет описываться гьяна-йога, аштанга-йога, или тхьяна-йога, и бхакти-йога, то есть высшая йога, или раджа-видя, раджа-бухим, по ветрам, адам-утамам, там говорится, самое царское знание, самое чистое знание, безупречное знание, знание чистого, любовного, преданного служения, также будет описываться здесь в бхагавах, Особенно подробно в комментариях это будет разъясняться. Как вы понимаете, стихия очень сжатая форма передачи знания, санскрит, очень сложно нам с вами изучать санскрит в нашем возрасте, но вот тут есть хорошие переводы и подробные комментарии Ачариев, там много принудочных цель преемственности существует, и они обязаны были комментировать это знание в соответствии с временем. Вот сегодня у нас такое время, что мы не знаем ни Брама, ни Параматма, ни Бхагава, то есть эти слова утрачены у нас, практически не существует в нашем понятии, мы также утратили ясное понимание атмы и Параматмы, души, сверхдуши, мы утратили понимание устройства мира принципиальное, мы также утратили понимание четырех генеральных проблем, мы утратили понимание уже определения мужчины и женщины, мы утратили предназначение понимания предназначения семьи, общества, смысла жизни, то есть все это не определенные понятия, И сейчас, если взять школу, институты, определенных понятий там нет на этот счет. Тут уже каждый сам как желает, так и думает. В этом как бы причина хаоса сейчас в нашем обществе. Бхага вот видела, что она как бы упорядочит это все, потому что это наука. Наука, которую можно пронаблюдать. И если мы говорим о наблюдении, то это факт. Когда мы наблюдаем факт, это считается наукой. В конечном итоге любую концепцию нужно на практике подтвердить. Фактически, иначе это не научно. Мы говорим о душе. Давайте пронаблюдаем научно сейчас, как она существует. В гейте есть аналогия. Тело ребенка, новорожденного. Оно растет. Ну, почему оно растет? Ну, хорошо, оно так устроено. Но, по сути, если понаблюдать, она растет благодаря обмену веществ. Так, ребенок пьет молоко матери, он дышит воздухом, пьет воду, потом добавляется еще пища. Он получает пищу так или иначе, он усваивает это в свои клетки. И какие-то шлаки он выбрасывает. То есть, обмен веществ, что-то выходит, что-то входит. Это вот называется развитие. Хорошо. Значит, мы согласились, что обмен веществ существует. Ученые знают, это факт. И тело меняется, тоже факт. Вот оно было вот с локоть. Бабушка мне говорила, что я был вот таким. Я. Посмотрите. Я был вот таким. Наверное, вы согласитесь, что это был я. Но если я покажу сейчас фотографию того тела, вы скажете, ничего общего. Как, где определить, что это он? Да, другое тело. Да. Обмен веществ, говорят современные ученые. А в дите, говорится, смена тела. То же самое, другим языком. То есть, обмен веществ указывает на то, что я меняю тело. А я? Тот же самый. В теле ребенка это был я. Давайте подумайте, хорошо. Кто-то может подумать, но это уже не я. Я был другой. Нет. Я был то же самое. Тело было другое. В теле ребенка я помню себя ребенком. Потом я помню себя подростком. Я помню себя уже взрослым человеком. Теперь я знаю себя вот таким. При этом, смотрите, я могу не понимать детей. Хотя я был ребенком. Почему? Такого тела у меня больше нет. Тело мне навязывает представление о жизни. А я в этом теле, один и тот же, с разным представлением, носитель этих представлений, наблюдающий эти различные формы своей представлений, опыт. Я тот же самый. Это та же самая мать моя может подтвердить. Это он. На фотографии вот этих, на всех этих фотографиях разных. Это одна и та же личность. Вот это и есть душа. Неизменная, вечная. А тело постоянно меняется. И вот если мы совершаем деятельность души, служение Богу, означает, что мы уже действуем как душа. Действие душа может совершить. Если мы действуем просто согласно возрасту и желаниям тела, это просто потребности тела накладываются на энергию души. То есть душа служит телу, а то есть энергию телу. Зачем? Вот представьте, у меня в панишадах написано. Пример дается. Лошадь впрягли в телегу. Лошадь бежит. Телега за ней. Лошадь вверх в гору. Телега тоже в гору. Лошадь вправо повернула резко. Телега тоже вправо повернула. Если лошадь вниз в яму, телега тоже в яму. Повторяется в точности за ней все движения. Затем лошадь распрягли. Мы пустили пастись. Телега осталась на месте. И с временем развалилась. Вопрос. Зачем лошади нужна была телега? Вот это у панишады писали. Такие аналоги дали. Зачем нам это дело, если оно временно? А душа вечная. Это глубокий вопрос. Реда говорится, что существует 8 миллионов 40 тысяч ворох жизни. Душа, прежде чем получить тело человека, должна пройти предыдущие все. Снизу вверх. Как по ступенькам перевоплощаются. Вот эти все ступеньки формы жизни. От простейших к более сложным, еще более сложным, еще более сложным. В конце концов, в теле человека у него появляется сверхзадача. Осознать себя. Ни в каком теле ниже это невозможно. Для животных это неприменимо. Для растений неприменимо. У них нет религии, нет дхармы. Их дхарма неосознанная. Сверхдуша управляет ими неосознанно. А человек, который управляет осознанно, сверхдушой. В этом разница. Осознать сверхдушу. И получить это божественное управление. Руководство. Арджуна обращается к Кришне. За помощью, чтобы получить в нее божественное управление. Шри Бхагаван, бывающий, говорит Верховный Господь. Он говорит, ну как тебя такая скверная долила, Арджуна? Скорбь. Скорбь не свойственна душе. Душа всегда радостная. Душа вечная. Душа полнознания. Давай разберемся, в чем причина твоей скорби. Ведь мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых в этом мире. Тот, обладает знанием, имеется. Тот, не подвластен скорбь. Как же ты потерял знание, Арджуна? Ты же арий. Ты же принадлежишь к очень высокому классу самых разумных людей. Должен понимать ценности жизни. И здесь, в этой второй главе, он приводит много интересных примеров Кришна о душе именно. И она с этого начинается. С того, что утверждается душа. Вот мы с вами будем обсуждать, есть душа, нет души. Много-много людей спорят, есть Бог, нет Бога, есть душа, нет души. Вечно так происходит. Но здесь просто есть утверждение как факты. Однако, эти факты, признанные, требуют разума. Есть такое выражение. Смотрит и не видит. Слушает и не слышит. То есть, хотя факт налицо, человек может не видеть его. Животные в загоне, например. Козы, козлы, бараны в загоне. В загоне, там у них дрова, их там кормят. И что там еще, они там спариваются, общаются как-то. Ну, живут. И хорошо живут, потому что их обслуживают, их кормят, пасут. Но регулярно, время от времени, какого-то козла убивают там же. Приходят какие-то люди и отсекают ему голову. На глазах у всех. И все эти животные в это время торопеют. Там он жует и смотрит. Что это такое? Голова на земле. Тут уже лежит тело. Томе, что он тоже жевал. Он уже лежит. С него уже шкуру снимают. И все думают, не повезло им. Точно не повезло. Но у нас-то все хорошо, много травы. Все нормально. У меня все хорошо. Вот невезение. Кому-то не везет. Люди умирают. Что другие люди думают? От чего он умер? Сердечно приступил. Если бы не сердечный приступ, он бы жил бы. А этот, чего умер? Машину сбил. О-о-о. Если бы не эти машины, мы бы жили дольше. А этот, чего умер? Почки отказали. О-о-о. Если бы не почки, мы бы жили долго. И мы находим какую-то непосредственную причину. Но означает ли это, что если бы не было машин, если бы сердце не подвело, если бы почки не отказали, чтобы никогда бы не умер. Нет, значит, причина смерти в другом. Не в почках, не в сердце, не в машине. А в чем? Мы думаем. Мы жуем свою пищу и думаем. Нет, это просто кому-то не повезло. Да, ну такая ситуация для каждого человека. Мы все обречены на смерть. Так говорят веды. Но душа нет. Вот это выход к бессмертию. Так, нужно осознать свою душу. Это наука. Не путать и с религией, потому что религия может иметь концепцию веры. А саната надхарма, душа, это служение, это не вера, это деятельность, это факт. Когда человек начинает действовать как душа, только тогда он сможет увидеть душу как факт. Пока он не действует как душа, душа становится для него непонятной. Собственно говоря, как говорится в Бхага, вот видите, душа непонятна, даже если ее увидеть. Она не объяснит. Нельзя объяснить. Она называется божественная частичка Бога. Она не имеет никаких материальных определений. Итак, Кришна считает, что Аджуна подался малодушию. Для могучего воина это странное состояние. И он должен еще, он должен сражаться. Должен быть твердым, как воин. Ему не свойственна слабость военному человеку. Для него лучше умереть на поле битвы, чем уклониться от сражения. Чем быть опозоренным и не проследить трусом. Это хуже смерти для воина считается. То есть для них героическая смерть это слава, это почет. Это для многих смысл. Как Ахиллес, самый великий воин, как бы западная культура. Величайшие воины, высшие. Более великих не бывает, чем Ахиллес. Не будет никогда в все времена. Так считалось когда-то, да. Но он искал вот этой славы воину. И знает, что для воина трусов, это худшее, что может быть, потеря чести. А тут Арджуна готов был отказаться от сражения. И Кришна говорит интересные вещи. Что не было такого времени, когда бы не существовал Я, Ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. То есть сразу говорит о душе. Если западная философия, она приходит теоретически к пониманию души, предположению хотя бы, что душа есть, то Гита только с этого момента начинается, с этого утверждения, что душа существует, и это факт. То есть для таких разумных людей Гита уже начинает описание с того, что душа как факт уже доказано существует. Мы приводили примеры, достаточно для разумных людей, что есть неизменные в человеке, не меняющие ни в каких обстоятельствах. Тело ребенка я оставляю, перегружу в тело юноши, но конца не наступает. Тело юноши уходит, приходит другое тело, у взрослого человека, конца не наступает. И тело старого человека конца не наступает. Также после смерти конца не наступает. Я просто получаю новое тело. Как? Как я это уже сделал? Я уже родился, и все мы уже родились. Мы уже сделали это в соответствии с законной природой. Под руководством сфер души этих высших сил переходит переселение души. Об этом поговорим в следующий раз. О переселении души, в этих тонких законах. Спасибо. Что, какие-то вопросы? Да. Здесь есть несколько плит вопросов у одного слушателя. Что значит следовать Бхагавадгите? Бхагавадгите дается руководство, описывается путь карма-йоги, гьяна-йоги, тхьяна-йоги, бхакти-йоги. Значит, изучив Бхагавадгита, мы можем обрести определенный образ жизни, научиться некоторым практическим вещам, как жить в этом мире, как поступать с собственностью, как поступать нравственно, как достигать целей тех или иных, как обрести знания, как обрести себя. То есть это определенное руководство для разумных, нравственных, духовных людей. Найдем множество здесь наставлений, полезных для человека. Как регулировать свою жизнь, чтобы счастливым, так же описывается. Как достичь мира в душе, описывается. Я думаю, что в Бхагавадгите каждый человек найдет полезные рекомендации любого склада человека. Это бизнесмен, может быть, или политик, или учитель, или священник, или простой рабочий. Любой человек, изучив Бхагавадгиту, достигнет совершенства на своем поприще, на своем пути. Это духовное руководство. Жить в соответствии с Бхагавадгитой, а не следовать его наставлениям. Нужно ли читать санскрит, и как правильно его читать? Санскрит полезно читать. Он очень хорошо развивает память, и потом, когда вы читаете санскрит, стих за стихом, постепенно запоминаете значение слов. Это тоже важно, может быть, потому что значение очень широко слов у санскрита. Можете находить множество интересных оттенков в этих словах. Множество таких синонимов, значений. Например, слово «атма», мы уже упоминали его, «атма» означает «душа». Но оно имеет пять значений, насколько я помню. «Атма» — «я» в переводе, «я». Если вы общаетесь с человеком, который себя отражает с телом физическим, то применяйте слово «атма» как тело. «Я». Кто-то скажет, вот он «я». «Атма» называет тело. Если кто-то себя отражает с умом, тонким мыслительным процессом, как мыслитель понимает, что я ум, я мысли, тогда вы используете слово «атма» как мысль. И также есть еще разум, аханкара и сама таковая душа. То есть, смотря с кем вы общаетесь, по-разному это слово применяете. Это санскрит. Можно «я» назвать и тело, можно «я» назвать ум, «я» назвать разум. Можно назвать «я» — это аханкара, это ложное эго, тоже «я». И есть чистое «я». Но вы применяете это тогда, когда уже общаетесь с людьми, которые склонны к этому знанию. Тогда говорите, что что такое душа? «Атма» — это «душа» вы переводите. И здесь именно в «бхагавдите» «атма» переводится как «душа». Вот в этом контексте именно о душе, потому что никогда не было так, чтобы «я» или «ты» не существовал, или все эти цари. Никогда не было и не будет такого времени. Это Кришна говорит. Что означает, что они раньше были царями, сейчас цари будут, будут цари? Нет. Атма означает «душа» в этом случае. То, что отличное тело. Это из контекста понятно. Это некоторые примеры санскрита. Еще уточнил, как лучше читать слух или про себя, и нужно записывать важные моменты. Гиду, как лучше читать слух или про себя? Да, тот же человек спрашивает. Последний будет вопрос, его серия вопросов. Хорошо, очень хорошо читать вместе, группы, несколько человек, и обсуждать прочитанное вместе, с разных точек зрения. Только не спорить, а обсуждать то, что написано там. Пытаться подтвердить различными примерами. Вы удивитесь, откроете целый мир знания, когда так настроитесь. Если будете спорить, конфликтовать, этого не произойдет чудо. Если вы просто будете читать стих или часть комментария, и будете пытаться рассмотреть с разных точек зрения, дополняя точки зрения друг друга, вы уйдете в целый новый мир познания. Следующий человек задает вопрос. Почему в священных писаниях так много войн? Зачем? В моем понимании, священное писание призвано учить нас миру и любви. Я понимаю, что все равны, но зачем столько войн? Почему нет описания той жизни, которой нам надо учиться? Хороший вопрос. Мы все, конечно, стремимся к миру, но мы должны знать, что законы материального мира, а не другие. В материальном мире войны неизбежны. Вот представьте, человек строит дом. Красивый новый дом. А потом появляются какие-то трещины, постепенно начинает как-то разваливаться. Так? Это происходит со всеми объектами, со всеми явлениями в этом мире. Как бы временно он воссоздаёт, что оно постепенно будет разрушаться. Касается и общества, и религии, и науки, и нравственности. Время от времени это приходит как в упадок. И тогда что мы делаем? Мы берём какие-то инструменты, начинаем отбивать эту потрескающуюся штукатурку, которая осыпается до конца, пока вот что можно разрушить. Разрушаем. На этой основе ещё начинаем штукатурить, что-то подделать. Это напоминает эту войну, когда мы просто должны какую-то часть населения уничтожить, которая агрессивно, жестоко, искажает ценности какие-то, скажем, фашизм. Это явление такое фашизм. Что вы с этим будете делать? Война решает такой конфликт. Если люди ушли от Бога, война решает эти конфликты. Не время от времени люди забывают Бога, либо искажают Его понятия, Его божественность на свой лад. Тогда возникают конфликты, войны. Для чего эти войны нужны? В высшем смысле для того, чтобы очистить от дурных сил и установить как бы снова религию, чтобы жить в мире и продолжать. Поэтому вот материальный мир имеет такое устройство. А то, что мы хотим вечного мира, постоянного мира, это мы хотим другого мира просто, другого устройства. В материальном мире это невозможно. В Бхагове, где описывается, есть другой мир, духовный мир, где это возможно. Где нет никогда упадка, там нет энергии разрушения или созидания, там есть вечность, энергия вечности. И вот вы сейчас говорите, что вот этот мир нам желанен здесь, в материальном мире, но в материальном мире это невозможно. Здесь всегда будут сопровождаться конфликтами, сменами эпох, югами, циклами дня и ночи, сезон и года, рождение и смерть. Чтобы все эти вот устранить черные и белые стороны, чтобы выйти именно на стабильную духовную основу, счастливую и вечную, нужно душе переместиться в тот именно мир. когда наступит конец этого тела, лучше всего средоточиться на Всевышнем, говорится, и достичь его обители. Это перемещение при помощи йоги, используя именно концентрацию ума. Это будет описываться в восьмой главе Бхагавадгиты. Называется «Достижение Всевышнего», как йоги достигают той обители, вечной обители. Собственно, могут достичь любой планеты таким путем. При помощи йогического транса, концентрации, направляют свою жизнь и силу туда, куда необходимо. Через вот эти вот центры, через брамарантру, это йоги делают таким образом. Бхакти-йога, вы просто помните момент смерти и вспоминаете Всевышнего, которому вы служили всю жизнь, вы развили отношения, вы достигаете его обители. И там нет рождения смерти, там нет войн, там другой мир, об этом отдельный разговор. С тех пор, как начала читать Бхагавадгиту, всегда один вопрос мучает. Вопрос такой, как договориться со своими чувствами и объяснениями? Вы говорите, что применять это, бороться. Так и есть, безусловно, но очень большая часть жизни остается неизменной в силу уже однажды выбранной жизни и привлеченных в нее людей, любимых людей. И эта большая часть жизни, как упор самой себе на фоне информации из ГИДы, зная, что изучаю, что изучаю, не теряя ничего, но такое чувство, что просто обреченность жить по-за этому Бога не получится. Многое могу поменять, но многое нет. Как быть с этим? Не могу удержать себя, чтобы не стремиться к идеалу. А это похоже на неосуществимую мечту. То есть здесь предпривычки, да? Пусть люди какие-то... Я думаю, что надо... Очень хороший вопрос. Искренний вопрос. Я имею в виду искренний вопрос. Но так же, как Арджуна, ведь он тоже сам в таком же настроении находится в начале Бхагавадхида в первой главе. У него такое настроение подобного рода, что как бы я чувствую слабость, неспособность выполнять свой долг. Хотя я и привлекаюсь, да, высшей целью жизни. Но есть так же еще чувства к родственникам. Я не хочу сражаться, хочу уклониться от битвы. Очень похоже состояние. И что же сделал Арджуна, как он восстановил свои силы? То есть вопрос, собственно, заключается, как обрести силу, могущество, чтобы выйти вот из этой обыденной ситуации, которая нас удерживает, да, та привычная жизнь, которую мы выбрали, как говорится. Мы же не можем из нее выйти, уже есть родственники, уже есть работа, уже есть страна, уже все существует. Это не нужно менять. Нужно только возвысить сознание. Гита нужно для того, чтобы возвысить сознание, для того, чтобы сменить семью или страну. Нет. Сознание. И когда возвысится сознание, вы видите, что возвысится и окружение вокруг этого человека. Но одному в одиночестве очень трудно жить по Бхагаватите. Вы ставите сильнее, когда будете общаться с теми, кто тоже изучает Бхагаватите вместе. Там вы будете получать вот эти силы для практического применения. В одиночку это очень сложно сделать, потому что вы находитесь под влиянием целого мира окружающего, который живет сейчас совсем другой жизнью. Совсем другое сознание, другие энергии влияют. Гунны материальной природы влияют. А когда вы общаетесь с теми, кто именно сердцем чист, и имеет вот эти, такие же устремления, как и вы вместе, общаясь вместе, вы становитесь сильнее. Эти гунны как бы отступают, слабеют. именно в общении. Сатата Киртаян Тамам, то есть собираются такие люди, чтобы прославлять качество Бога, говорить о душе, и что же? Туршиан Тича, Романтича, охватывает их умиротворение и радость в эту силу дает. То есть радостное существование, ведь и наполненное энергией существования. Или как говорят христиане, где двое и трое во имя Мое, там я с ними. То есть как бы божественное присутствие будете иметь в своей жизни. А это означает, что вы можете делать невозможные вещи. По большому счету, все, все, что в Баба Абгете написано, реально выполнять и следовать только оставив и посвятив, все оставив и посвятив жизнь служению Кришне. Оставив все привязанности, работу, семью, все-все, если, конечно, муж разделяет такое решение и такую цель. То есть у меня продолжает жить в новом качестве, а если нет? Выходит, что, оставаясь в прежней своей форме жизни, обычному человеку невозможно даже и представить, что все применимо. То есть все, чтобы возить в магазине. То есть, как вы сказали, читая Баба Абгету, как ходим по магазину, это беру, это мне не подходит. И получается, невеселая такая картина, осознавать себя таким примитивным, то есть бесперспективная такая жизнь получается. Нет, это иллюзорная позиция, я бы сказал. Хотя она справедливая, как и многие в таком положении находятся. И я в таком положении когда-то находился подобным. Каждый человек, кто начинает, видит, что общество не поддерживает, семья не поддерживает, то есть конфликт возникает вот образов жизни. но мы же говорим, что материальное существование временно. Это на данный момент времени вы описываете ситуацию. Но если в вашем сердце зародилось вот это искреннее желание обрести вот это божественное сознание и как бы осознать свою душу, несомненно, свыше к вам придет помощь. Со временем ситуация меняется сама по себе. Благодаря просто вашему искреннему желанию жизнь тоже будет постепенно меняться. Потерпите немного. Это несложно понять. Потому что мы живем в мире, который реагирует на наши желания. Любой поступок, который мы совершаем, имеет реакции и последствия. А какие последствия вашего искреннего желания служить Богу? Конечно, это тоже будет отмечено. Это не будет ни быть незамеченным. Это как раз будет замечено прежде всего. И в жизни будут происходить перемены. Первая перемена, что вы получите достаточно сил. Один человек пришел в сознание Кришны. В книге эта история есть. Он поделился, как это было. Он пловец. Пловец какой-то там выше категории. Он уплыл, вплавь в море ушел. Заплывал далеко всегда. Но однажды случилось несчастье. Погода резко сменилась и заштормила. Такое было сильное ненастье. И сначала он подумал, ну я, у меня достаточно силен, я смогу преодолеть эти волны и достичь берега. Но ветер был встречный оказался, волны его уносили, несмотря на то, что он хорошо работал, плавь от берега, он удалялся, не приближался. И в конце концов наступил момент, когда он стал чувствовать, что он не сможет, стал понимать это, признать этот факт, что он не сможет выплыть, что судьба его утонуть в море. Он приближался, как к черте, все ближе, 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 ближе. В конце концов называется отчаяние. Точно уже. Вот пришло то время, когда он должен утонуть. Это самая как будто трудная черта. И вот в этот момент он обратился к Богу. Сам даже удивился, что так случилось с ним. И он сказал, если ты меня спасешь, и он думал, что же я ему пообещаю, что я могу ему отдать ценного. И как большинство людей в такой ситуации, он сказал, если ты меня спасешь, я всю свою жизнь посвящу тебе. Вот так он сказал. И он спасся. Вопрос к вам, как он спасся? В открытом море, один плодвец, штормящее море, встречный ветер, уносящий от берега, потерявший уже силы, который должен быть готов уже утонуть, взмолился Богу, и он спасся. Как? Он лично это рассказывал. Это письмо даже опубликовано его. Я пытался и так подумать, и так, может быть там лодка была какая-то, или корабль там был, может быть там какая-то, отпирь была, или что-то еще, ничего этого не было, нет. Просто он сказал, что какая-то сила вошла в меня, от накушки до пят, и я просто опубликовал в берегу. То есть появились какие-то дополнительные силы. Вот так же и здесь. Если вы искренне настроены в сердце, вот что происходит. Ваша жизнь будет сравнена с таким как бы огнем, покрытым пеплом внутри. Сверху ничего нет, но внутри сильный жар, это ваше желание. А внешне просто обычная жизнь. Но если на этот пепел сверху положить сухое, сухое поле на леветку, оно воспламенится. Вот что произойдет с вами. Когда ваше желание станет вот таким горячим, по-настоящему, да, то тогда просто какая-то ветка, упавшая туда, какая-то встреча, какая-то дополнительная сила, отношения, и возрождается ваше жизнь. Огонь вспыхивает. Это вопрос как бы нашего уже могущества, которое исходит из искреннего желания. Нет таких обстоятельств, которые бы препятствовали человека на духовном пути к самосознанию. Такие препятствия не существуют. Бывает, что чем больше препятствий, тем интенсивнее духовный рост. Наоборот, все бывает. Поэтому общайтесь с теми людьми, кто так же практикует, читает Бхагавадхиду. В чем корень желания эксплуатировать? Корень желания эксплуатировать. Ложное эго. Ложное эго в человеке есть, есть истинное эго и ложное эго. Истинное эго – это душа, я слуга. Ложное эго – я господин, я наслаждающийся. Мир для моего наслаждения существует. Это корень эксплуатации, такой взгляд на людей, на вещи, на мир. Я и мое. Я и мое. Мы смотрим на эту призму. Это я и мое. Это причина эксплуатации. Чувство собственности, так скажем. Из нашей аудитории есть вопросы? У нас тоже есть небольшая аудитория. В нашей аудитории нет вопросов. Чем санатанадхарма отличается от религии? Тем, что религия представляет некую идею веры, которая может появиться и исчезнуть, а санатанадхарма никогда не может исчезнуть или появиться. Она всегда существует, вместе с живым существом. Это склонность к служению. Мать служит, дети служат, начальник служит, рабочий служит, президент служит, народ служит, все служат. Но просто все мы, что не господа. Вот эту ложную концепцию устранить, мы увидим, что такое санатанадхарма. Все слуги Бога. Это наша душа. Мы часть. Бог полное и целое. Часть служит целому. Часть служит целому. Вот это наша конституция. Это санатанхарма. Вечная религия. Служение Богу. Еще один вопрос. По поводу смены тел. Зачем нужна смерть, вот как такой дикий рубеж? То есть мы же меняем тела в течение жизни, несколько тел, и смерть, и опять смена тела. Зачем нужна смерть, если мы так меняем тела, что это в материальном мире получается не так смена тела. Мы проходим все время. Тип тела. Причина в том, что карма предназначена для определенного типа тела. Меняется карма, нужно сменить тип тела. Скажем, у нас есть запас кармы, чтобы прожить вот в этом теле какое-то количество времени. Когда мы исчерпаем эту карму, то в силу придет другая карма, другой тип. То есть мы сначала действуем, скажем, из определенного вида желаний. Желание заканчивается, этот тип деятельности тоже заканчивается. Значит, это новый тип деятельности. Мы действовали как дети, бегали, играли. Мы создавали тоже какие-то кармические последствия своей игрой. Но игры потом оставили, не так ли, то тело оставили, или другое тело, юношеское. И там начали создавать другую карму. Другие интересы уже. Там юноши, девушки, уже игры начались, или образование, создавали уже другую вещь. Но это тоже стали. Стали работать, зарабатывать деньги, поддерживать свои семьи. И тут мы зарабатываем уже другую карму. Смотрите, у нас сколько различных вещей. Все это укладывается в одном типе тела. На какое-то время. А затем тип тела, когда карма заканчивается, тип тела – это карма, вот это количество кармы. Переходим в другую область кармы, нужно другое тип тела. Например, человек действует в этом мире, как человек, но деятельность его ниже человеческой, деградирующая человека, как животное живет. Карма человеческая заканчивается, и в соответствии с его деятельностью получает тело животного. Тип тела должен смениться. И наоборот, деятельность возвышенная у него, у человека. Не человеческая, а выше человеческой. Карма человеческая заканчивается, но получает высший тип тела. На каких-то более высоких планетах. рождается. Поэтому меняется и тип тела. Если вы хотите сказать, что тип тела можно сменить без смерти, скажем, оно же все равно превращается, почему оно не сформируется без умирания. Но суть такова, что мы должны родиться. Рождение называется пхава. Пхава. Мы должны унаследовать вот эту пхаву. Пхава означает, что я себя именно чувствую человеком. Для этого нужно получить пхаву от того, кто уже человек. Родиться от человеческих родителей. Это пхаву принять. Как если я хочу огонь разжечь, я от другого огня зажигаю что-то. И только тогда могу перенести, зажечь свой огонь. Допустим, если мне сейчас скажут, стань свиньей, я не соглашусь. Потому что в человеческой форме жить, другие вкусы. Но если я оставлю это тело, и душа войдет в тело свиньей родиться, я не буду против. Смотрите. Я даже не замечу никакой перемены. Если будут органичные, он исследует пхаву. Это настроение. Таким образом, я без конфликта могу менять тела. Без конфликта с самим собой, с природой. При помощи рождения и смерти. Вот такие тонкие законы переселения души существуют. Все, все вопросы кончились. Ты сейчас спрашиваешь, как обрести искренность в служении Господу? Искренность есть. Ее нужно просто сделать стабильной. Время от времени мы можем искренне интересоваться какими-то предметами. Например, когда родственник умирает, и мы становимся искренними на какой-то момент времени. По отношению к жизни мы больше не хотим просто каких-то шуток, времяпривождение бессмысленного. Мы серьезно, сосредоточены. Пытаемся осмыслить свою жизнь, жизнь умершего человека. Мы внимательны в этом плане. На какое-то время мы... Но вот стабильно стать, искренним нужно общаться с искренними людьми. С теми, кто стабилен в духовной практике. Так мы станем искренними. У нас сейчас как в жизни? Мы иногда искренни, иногда не искренни. Иногда говорим правду, иногда слышим. И мы и так, и так можем. В зависимости от обстоятельств, не так. Это называется двойственное жизнь, лицемерное состояние ума. Как выгодно, так я применяю. Могу ложь применить, могу правду применить. Так или иначе. Но если мы хотим стать правдивыми, полностью искренними, то нужно общаться с теми, кто стабильно правдив. Уже цельная личность. Это называется найти духовного настаивника или духовного учителя. Тогда возможно обрести это качество стабильным. Как решить проблему рождения, болезни, старости, смерти, о которых вы говорили? Да, давайте решим эту проблему. Надо решить. Да, говорится, не смиряйтесь со смертью. Боритесь за жизнь, пока вы живы. Здоровье свое поддерживаете. Если грозит какая-то болезнь, нужно бороться с ней. Если смерть приближается, мы боремся. Если мы не можем бороться уже больше со смертью, мы зовем Бога. Так мы побеждаем смерть. Бог вне рождения и смерти. Бог не умирает никогда. И душа тоже никогда не умирает. Он эту душу как бы вызволяет из этой ситуации. Отождествление. Во сне вам снилось, что вас убивают? Снилось. Это решит только сон. Как вас вызвали из этой ситуации опасно во сне? Просто сказали по имени, звали вас. Вася, просыпайся. Что ты кричишь? Что случилось? Ой, проснилось. Меня сейчас расстреливали. Ну все, я тебя спас. Что-то вроде этого происходит. Так же вы громко зовете имя Бога, Кришна говорите, кто какого Бога зовет, но так или иначе этот звук пробуждает так же и душу. Призываете Бога, просыпаетесь сами. И все, нет никакой смерти, оказывается. Такая большая иллюзия, такая сильная иллюзия. Все умершие так и думают, я умер. Я только что умер. Вот мое тело. У меня есть личный опыт, я не знаю, была ли это смерть, но опыт выхода из тела у меня был. Поэтому я могу засвидетельствовать к личным опытам, не только я, у меня даже и знакомые с подобным опытом. иногда это в клинической смерти не испытывают, иногда по другим причинам, когда вы можете видеть свое тело со стороны и действовать немножко по-другому, в тонком теле. Много такой информации. Я не думаю, что что-то новое мы говорим. Мы забываем просто. Поэтому задача победить рождение и смерть. Это настоящая задача. Все, на сегодня достаточно. Спасибо большое. Продолжение следует...